Проектов должно быть гораздо больше, чем один в каждом регионе. Такую задачу перед активом области поставил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко. Эту задачу хорошо понимают в Осиповичах. Этими днями в регионе ведутся плановые работы по реализации крупного инвестпроекта. А в тех местах, где производство налажено, придумывают и внедряют новые технологии. Как предприятия Осиповичского района отработали в 2023-м и какие планы развития на текущий год. Масштабные. В Осиповичском районе 9 действующих предприятий. Завод транспортного машиностроения – самое молодое и одно из самых успешных по показателям. Секрет успеха прост – создать для сотрудников комфортные условия для работы. И тогда на предприятия потянутся даже молодые. Устроился работать после армии. Ослужил. На контракте сюда пришел, устроился. И вот уже год работаю здесь. Ну и как, нравится? Планируете ли дальше оставаться? Расти, может быть, в должностях тут? Да, конечно, планирую оставаться. Связать свою жизнь с этим. Поступать дальше в дальнейшем. Все более чем устраивает, да? Да. ОЗТМ занимается изготовлением вагонов-платформ, контейнеров-цистерн и вагонов-цистерн. Предлагает услуги освидетельствования и ремонта контейнеров. В 2023 году завод отработал на высоком уровне. Ассортимент продукции предприятия продолжает расширяться. Например, в прошлом году предприятие получило два сертификата для изготовления сухогрузных контейнеров. На этот год целей много. Но главное быть в тренде, не изменяя политики производства. Главой государства задачи поставлено это качество, год качества. Но мы это, это наше кредо, потому что рынок вагоностроения очень сложный сегодня. Побороться на этом рынке с такими огромными предприятиями, которые Российской Федерации, очень намного сложно. Поэтому одно, один из главных критериев – это качество. Всегда было и оно должно быть на первую очередь. Второе, будем так говорить, что сегодня, слава Богу, мирно. У потребителя есть гарантия в Белоруссии не только заявиться и заказать продукцию нашу, но еще ее и получить. Гарантированно ее, качественную продукцию получить. Недалеко от Осипович, в рабочем поселке Елизово, еще одно известное предприятие района. Филиал Гродненского стеклозавода. Правда, в этом случае история завода не была такой безоблачной. В 2015 году стеклозавод Елизова находился в стадии ликвидации. Спустя три года весь производственный комплекс выкупил Гродненский стеклозавод. На предприятии провели модернизацию, и завод снова начал жить, уже как филиал. А теперь предприятия ждут еще более масштабные изменения. Здесь реализовывают крупный инвестиционный проект. Инвестиционный проект – это линия по подготовке и очистке стеклобоя мощностью 50 тысяч тонн смешанного стеклобоя в год. Мы будем собирать его от заготовительных компаний и после этого очищать. Значит, технологическая линия, он сначала очищается, измельчается, удаляется металл из него, и потом стоит оптическая сепарация и делится по цветам. Бесцветный стеклобой отдельно, зеленый отдельно, коричневый отдельно. И на выходе мы имеем чистый стеклобой. Проектом предусмотрено создание 26 новых рабочих мест и привлечение инвестиций в основной капитал. А это более 12 миллионов рублей. Неочищенный смешанный стеклобой будут свозить в Елизово со всей Беларуси. Здесь его будут чистить и сортировать по цветам. Такой процесс должен снизить себе стоимость продукции и положительно сказаться на экологии. Это здание, где будет находиться технологическое оборудование. Будет склад-модуль, где будет подвозиться смешанный стеклобой, потом конвером будет подаваться вот в это здание. Там будет сушиться, измельчаться, ну и вот то, что я сказал, очищаться, делиться по цветам. Дальше здесь вот, где сейчас делают фундаменты, будут стоять накопительные силоса и потом уже автомобилями вывозиться уже либо к нам, либо к покупателям стеклобоя. Филиал Елизова поставляет свою продукцию в Беларусь, Россию, Польшу и Литву. План на ближайшее будущее, конечно, расширяться. Дальнейшее усиление экономики – цель для всех предприятий района. Это на встрече с активом подчеркнул председатель Осиповического райисполкома Константин Жигутский. Глава района отметил, что в прошлом году предприятия отработали на высоком уровне, но расслабляться нельзя. 2024 год в Беларуси назван годом качества и задача всех предприятий районных и городских – добиваться высокого качества выпускаемой продукции.